Долгожданный марш Мендерисона, белое платье, фата и мечты о счастливой супружеской жизни. Так выглядит классический сценарий свадьбы в мыслях многих молодых людей. Однако, надев на пальцы обручальное кольцо, молодожены не всегда готовы к реалиям супружества. Из этого следует развод. Но решившись на процедуру расторжения брака, бывший муж и жена не оставляют надежи найти свою вторую половинку. А когда находят, спешат и узаконят отношения. Что примечательно, тенденция заключать повторные браки с каждым годом набирает обороты. Что касается повторных браков, то в 2012 году от общего количества зарегистрированных браков, у нас было их зарегистрировано 582, 272 пары зарегистрировали брак впервые. То есть, это когда и жених, и невеста оба вступали в брак впервые. Но все остальные браки, зарегистрированные нашим отделом ЗАГС, были зарегистрированы уже повторно. То есть, один, либо оба супруга из них вступали в брак повторно. Это составляет 53% от общего количества зарегистрированных браков. По состоянию на 25 июня этого года нынешнего, нашим отделом ЗАГС зарегистрировано 295 браков. И 56% от этого количества зарегистрированных браков повторно. Основные мотивы повторных браков прозаичны. Ожидание ребенка, долгое совместное проживание, получение жилья – все это подталкивает влюбленных узаконить свои отношения. По данным ЗАГСа Брестского горисполкома, сотрудники регистрируют более 50% повторных браков в месяц. И зачастую общество лояльно относится к альтернативному бракосочетанию. По мнению психологов, это связано с переменой ментальности и общественных ценностей. На мое мнение, и вообще как профессионала, я считаю, что меняется ментальность общества, меняются отношения людей, немножко другие ценности. Причем очень кардинально, очень резко был переломный момент, вот 90-е годы, начало 2000-х, когда раньше, ну скажем так, раньше было отношение к бракам, что один раз и на всю жизнь. Сейчас наши родители уже относятся к этому проще, поэтому позволяют своим детям и как разводиться, так и сходиться. Повторные браки заключают как женщины, так и мужчины примерно в 30 лет. Как правило, в этом возрасте человек, учитывая предыдущий опыт, стремится создать семью, не повторяя прошлых ошибок. Право быть счастливым имеет каждый. Когда это желание осуществится в первом или втором браке, не столь важно. Главное понять, что семья – это одно из немногих мест, в котором человек может почувствовать себя нужным, а значит счастливым.